Первым делом представители Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии представили, пожалуй, первый свой отчет о проделанной работе за весь период существования организации. За 8 лет, как рассказала председатель Ассоциации Лариса Тарба, оказывается, как финансовая, так и медицинская помощь женщинам-инвалидам, членам организации, а также их детям-инвалидам. Помимо этого, десяткам из них была оказана помощь при поступлении в высшие учебные заведения. Мы установили 9 памятников. Ансуповой Наташе поставили памятник, Аннацка, Шушкова, Ольга, Орлова, Марина, Веролайнин, Лариса, Харазия Ляля, сыну, сыну. У нее не было столько лет, она ко мне пришла, мы сделали это. Буюку Глэйтери, я лично занималась этим вопросом, и мы сделали. Еще есть мальчик, который погиб, она случайно попала ко мне, плакала и так далее. Я с ней вместе за ручку пошла в Кабмин, мы решили вопрос. Мы взяли с Ассоциацией взяла шество над ветеранами той войны, то есть Великой Отечественной войны. Мы посещаем их, не всех, конечно, но мы по домам ездим, шампанское подарки и так далее. То есть малейшее внимание ветеранам 41-45 года, они нам звонят, и мы как бы общаемся. На отчетном собрании организации присутствовали руководители Ассоциации ветеранов-инвалидов всех районов Абхазии, министр социального обеспечения республики, а также заместитель министра культуры страны, герой Абхазии Батал Кубахи, который в ходе обсуждения перспектив развития организации отметил важность ее внутреннего реформирования. Раз в год вполне допустимо, чтобы организация женщин собралась, и в двух словах было сказано о достижениях, о проблемах, о том, как их можно решать. Вам необходимо переформатировать себя. Вам надо собраться и создать мощную организацию. Организацию, да, это будет проблема, а кого выбрать, а кого то, ну, обсудим, поговорим. Вам нужно разработать некую стратегию вашей жизни, вашей роли в этом обществе. Вы должны, если вы создаете организацию, определить для себя, имеет ли право организацию. Вы собираетесь ассоциацию женщин с целью оказания им помощи и поддержки, или вы создаете ассоциацию с целью оказания политического влияния. Либо создаваете общественно-политическую организацию, либо вы создаете организацию, которая занимается проблемами женщин-участниц войны. Обсуждая, как именно будет строиться дальнейшая работа организации, ее председатель Лариса Тарба отметила, что сегодня ассоциация переживает не самые лучшие времена. Стоит все же вопрос в калуарах о закрытии, не закрытии, а реконструкции какой-то. То есть как ассоциация она уходит, будет в, так было сказано мне в фонде инвалидов, что в каждом городе будет в администрации города одна комнатка, где будет написана ассоциация этого города, будет сидеть один человек, один секретарь и все. И вот этот, оказывается, секретарь один, он, оказывается, весь город будет мы вместе все, и то мы не успеваем друг за друга бегать. Мне кажется, пройдя всю войну, мы сегодня не можем отступить, потому что эта ассоциация нам нужна. Вы знаете, еще что хочу сказать. В фонде инвалидов мне так и сказали. Идите домой и отдыхайте. Я сегодня не хотела это говорить, но председатель фонда, сегодняшний, вновь избранный, мне сказал, зачем вам это надо, идите домой и отдыхайте. Также председатель отметила, что первостепенным на данный момент остается вопрос о хранении организации с последующим ее содержанием. С фонда инвалидов у нас уже нету три месяца зарплаты, а мы получаем минимум за свою работу. И то тоже снимают. Волонтерами мы были три года подряд, но нас парламент услышал, нас внесли в бюджет, нас оплачивали, Руслан подтвердит, с фонда инвалидов. Сегодня рост черном пирам взят и лишит того зарплаты, то есть я осталась на 7500, все, пошли, у меня семья. И тогда волонтером больше выйти, я при любом желании, при большой любви моих женщин я не могу. По итогам собрания женщины-инвалиды, участницы боевых действий Отечественной войны народа Абхазии выступили с обращением к премьеру-министру республики Александру Анкваб. В тексте, в частности, говорится о необходимости оказания и содействия на правительственном уровне дальнейшему содержанию и развитию ассоциации. Виола Барганжа, Эдуард Аркелян, Абазатова.